Как он вчера плюнул, позавчера или вчера, плюнул в лицо Путину. Вот кто еще ему так плевался? Ну вот что произошло? Смотрите, я говорил во многих своих интервью за последние пару недель, уже после Путча, что Путч высветил главную проблему. Выяснилось, что Путин не просто человек, который в розыске, который скрывается от правосудия, которому нельзя идти за границу. Так выяснилось, что это человек, который себя в стране ничем не управляет. То есть ладно у него не оказалось второй армии мира, о которой так долго твердили большевики. Но оказалось, что у него нет ни ФСБ, ни Росгвардии, что у него сбежал министр обороны, сбежал начальник ФСБ, сбежал начальник Росгвардии. Разбежались к черту все, что Совет Национальной Безопасности ни разу не собрался за время Путча, хотя создавали Совет Национальной Безопасности с одной единственной целью противостоять Путчу. Понимаете? Вот орган, созданный с одной единственной целью, не собирается в тот самый момент, когда это явление вдруг впервые в истории произошло. Тю-тю! Понимаете, что случилось? То есть выяснилось, что Путин голый, босый, а король-то голый, а король-то никто, и у него ни черта нет, и государства у него тоже нет. И это, как я сказал, увидели все. И все это подметили. И подметил это как-то директор ЦРУ, кое-что про это сказал. И сказали это многие политологи. Ну, политологи, само собой. Но на Западе правительство Великобритании аккуратно через какого-то одного своего представителя в какую-то газету слило, что оно готовит сценарий на случай развала Российской Федерации. Произошло. По чуть-чуть. И, значит, эти, которые встречали его на саммите шо с Путина на заочном, и стал он заочным из-за Путина, чтобы Путина не пришлось арестовывать, да? Значит, тоже восприняли его, так сказать, как хромую там подбитую утку по-пекински. И вот только Эрдоган сказал, ах, так ты больше никто, ты абсос. Ну, раз ты абсос, что я должен у себя держать этих бойцов Сазова? Мало ли, что я тебе обещал. А ну-ка я возьму и отдам их Украине. Потому что Украина теперь мой друг. Я же понимаю, что в будущем мне с Украиной нужно будет сотрудничать. У нас с Украиной будет коалиция, сказал как бы сам себе Эрдоган. И не только сам себе, но и вслух сказал. А мы, Турция, поддерживаем вступление Украины в НАТО. Украина это заслужила. Опаньки! И что сделал Путин? Вы заметили вчерашнее заявление Путина по поводу того, что, смотрите, да? Ведь была сделка, когда обменяли бойцов Сазов-Сталин на Медведчука. Была? Была. Одним из условий этой сделки было, что командиры Сазов-Сталин останутся в Турции до конца войны. То есть интернированные персоны. Было? Было. И вот, внимание, вопрос. Все же заметили, что вчера сказал по этому поводу Путин, правильно? Обратили же внимание, как вышел вчера Путин по телевизору к народу, и сказал, значит так, Эрдоган, президентишка Турции, нарушил обещание святое, данное мне, и я уже приказал поднять свои эскадрильи и лететь на Анкару. Все мои ракеты туда перенацелены, все наши корабли Черноморского флота уже идут на Стамбул, правильно? Он же сказал это все. Уже стоят на рейде на Босфоре. Он же сказал, наши танки уже через Грузию, Армению, и Азербайджан идут на Турцию. Путин уже это все сказал, правильно? Нет, конечно, ничего он не сказал. Он ничего этого не сказал. Понимаете? Он ничего этого не сказал вообще. Вообще ничего такого не сказал. Вот ведь что случилось. В прошлый раз, когда турки сбили российский самолет военный, то Путин сказал, Турция помидорами не отделается. Мы ее накажем. А сейчас ничего. Нас водили за нос. Слушайте, когда, конечно, лучше, чем Стрелков, про Путина, по-моему, никто уже не шутит, что у главнокомандующего болит нос, потому что эти водили за нос, те водили за нос. Сегодня была нарезочка, наверное, вы видели, про Путина, где он говорит, то нас водили за нос, то нас... Какое-то второе выражение, я его сейчас не вспомню, к сожалению. По-моему, облапошили или что-то так. В общем, водили за нос, облапошили, водили за нос, облапошили. И мне такое ощущение, вот они, два образа Путина. Ну, в смысле, если есть двойники, конечно. Один тот, который говорит, нас водили за нос, а другой говорит, нас облапошили. Вот у него теперь две роли. Вам какого сейчас выпускать? Тот, который говорит, нас водили за нос, или тот, который говорит, нас облапошили? Вот. Стрелков, конечно, порадовал. А что случилось? За что так хвалят Эрдогана? А, Алекс, Эрдоган отпустил наших командиров Азова. В рамках сделки по обмену пленными командиры Азова, которых выдали в Украину, то есть выдали, вообще азовцев освободили, но командиры оставались в Турции, должны были оставаться в Турции до конца войны, как интернированные лица. Но вчера Зеленский или позавчера привез их на самолете обратно в Украину. Они приехали и сказали, что они сейчас возьмут оружие и пойдут снова воевать против России. То есть Эрдоган не просто кинул, а публично унизил, просто унизил публично абсолютно Путина. И тут же что сказал? Да, кстати, Владимир Владимирович, а ты подъезжай. То есть если все остальные подумали, что Путин ноли никто, посмешялись, что ноли никто, намекнули, что ноли никто, то Эрдоган это ему просто показал. Ты кто теперь? Мы теперь тебя как будем? Так будем тебя? Сделаем люля? Ты мне люля, я тебе люля, из тебя сделаем люля, сказал Эрдоган. Правильно? Подъезжай в Стамбул, приезжай в Анкару, сделаем люля. Будем делать тебе люля. Вот такое примерно пообещал ему вчера Эрдоган. И, конечно, сейчас есть шуточки на тему того, что он выдаст, что поймает этот самый, поймает, значит, Эрдоган Путина и отдаст его еще и в Гагу. Конечно, это была бы сверх красивая игра. Пригласить Путина, а потом арестовать и послать в Гагу. Это, конечно, идеально. Но это все уже отшутились. Не моя шутка. Это все уже сказали про это. Но, 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 но. Честно вам скажу. Но это не будет этого, понимаете. Но этого не будет. Это было бы слишком красиво, но я вот такую красоту не верю. Все-таки мировая политика, она некрасивая. Но некрасивое явление. Если бы это было кино, было бы так. Если бы это было искусство, было бы так. Но искусство всегда более прекрасно, чем жизнь. В жизни так не будет. Я не верю. Хотя это было бы, дало бы ему тысячу очков вперед. Вот как я не верю в жизни, что Зеленский, президент Зеленский, что он после первого срока, вот он выиграет войну, потом назначат выборы, ну уже потом, потому что когда не будет военного положения. Вот у меня мечта, чтобы Зеленский сказал, все, я войну выиграл, я пошел домой. Я на второй срок выдвигаться не буду. Я же вам говорил, что я прихожу на один срок. А он тогда еще сказал, когда шел на один срок, что за один срок можно вернуть Донбасс, Крым за один срок не удастся. И тут он скажет, смотрите, Донбасс вернул, Крым вернул, войну победил и пошел. Это красота. Конечно, неимоверная была бы. И в Голливуд, Оскар, все дела. Я бы за него болел всячески. Но сейчас, ну это искусство. В искусстве так, в жизни не так. То же самое, похоже, будет с Эрдоганом. Я думаю, что, кстати, вот вопрос, приедет ли к нему Путин. Вот тут вопрос, приедет ли. Он же сказал, что сейчас, по-моему, в июле или в августе, не помню. И решится ли Путин поехать к Эрдогану физически? Ох, вот я не знаю. Трудный для меня вопрос. Честное слово, трудный. Конечно, его подставил Эрдоган тоже страшно. Вы заметили, как подставил-то его Эрдоган? Потому что, если бы он этого вслух не объявлял, то была бы одна история. Так он же вслух. Эрдоган вслух сказал, Путин приедет в августе ко мне. Ко мне. Бухтар, ко мне. Путин, ко мне. Ко мне. Вот. И если сегодня Путин не поедет, то получится что? Что Путин еще раз обоссался, правильно? Вот ведь какое получится чудо. Если он не поедет. Ага, испугался ехать. Это специальная подстава для Путина. А ты теперь, Володь, давай посмотрим. Вот Зеленский приехал, а ты как? Не, мы понимаем, что есть ордер на арест. Ну а что делать? Нет, мы наверняка тебя не будем арестовать. Ну наверняка. Ну почти точно не будем. Володь, ты подъезжай. У нас же столько вопросов. У нас же там. Ты же хотел какие-то хабы, шмабы, бабы. Вот эти все дела. Подъезжай. Кнабы. Что еще у тебя бывает? Давай-давай. Welcome to Turkey. Рекламу видел отдыха в Турции? Подъезжай. Отдохнем вместе. Вот это будет подстава, конечно. Она уже произошла прямо сейчас. Понимаете, это подстава. Подстава Эрдогана, который подставил Путина, сейчас поставил в неловкое положение. Ваше мнение приедет или нет? Ваше мнение приедет или нет? На мое мнение, что он все-таки не поедет Путин. Вот не поедет, мне кажется, не решится. Но какой-то такой повод найдет такой хитрый. Такой вот какой-то очень обтекаемый. Вот что-то такое. То есть вроде как они будут готовить визит. И он будет что-то там откладываться. И как-то так. Но вот мне кажется, все-таки не поедет. Вот Ольга говорит, что поедет. Я сомневаюсь, я не знаю, я не уверен, что точно не поедет. Такое. Позовет к себе, Юлия говорит. Да, тоже версия. Это как они поступают сейчас с саммитом не ШОС теперь уже, а БРИКС. Вот они саммит ШОС превратили в виртуальный формат, и сейчас саммит БРИКС тоже думают превратить в виртуальный формат, потому что все, он у них, а у них, по-моему, он скоро, если я не ошибаюсь, в августе когда-то должен быть саммит БРИКС. В ЮАР. А в ЮАР-то точно ехать стрёмно, там-то точно ордер на арест лежит.